Особое мнение на 101FM На Ямале, например, дают сертификат на покупку обуви в Екатеринбурге, билет в кино, в Подмосковье вообще квартиру трехкомнатную решили разыграть. Вот на ваш взгляд нужна такая мотивация? Вы бы, например, за билет в цирк пошли на прививку? Ну, вы знаете, наверное, все-таки стоит сказать сначала о том, что у нас система здравоохранения, она, в принципе, предполагает определенный план и программу в прививке. И вот эта прививка недавно была включена в план прививок, если мы об этом знаем. И что касается билетов в цирк, не знаю, или трехкомнатных квартир, тут я как бы не берусь говорить за органы местного самоправления, тем более за их инициативы, какие они проявляют в рамках этих предложений. Тем не менее, прививаться, на мой взгляд, нужно, и это, наверное, правильно, опять же, на мой взгляд, субъективно. Что касается стимула, то, на мой взгляд, лучше было бы, наверное, эти денежные средства направить на информирование населения о, так скажем, пользе прививочных мероприятий. Ну, возьмем простую бытовую ситуацию. Человек хочет привиться, да, он не знает, как это сделать, он не знает, где это сделать. Хотя, в принципе, все СМИ говорят, что вот есть пункты бесплатной вакцинации. К примеру, я здесь могу сказать, что я не знаю, где можно у нас в городе вакцинироваться. Почему я это не знаю? Потому что, ну, может быть, я не изучаю, но вот и нигде в открытых СМИ, в открытых каких-то радиоэфирах, например, телепрограммах я этого не встречал. Какие есть средства получения информации у населения? Да, это как правило. Ну, вообще пишут, может быть, действительно недостаточно, просто надо чаще это делать. Может быть, обменять билеты цирк, допустим, на несколько радиопередач или, не знаю, может быть, баннеры рекламные установить или еще что-то. На улицах, может, где-то, если СМИ народ не читает, да? Не так давно, вот буквально, наверное, месяц назад я проходил, проходя по театральной площади, я увидел фургончик, достаточно так прилично выглядело, и увидел, что это передвижной мобильный пункт вакцинации. Какого-то доверия или недоверия я, конечно же, к этому не испытал, потому что я, просто проходя мимо, конечно же, не мог привиться. Это было бы спонтанным решением, и у меня были определенные рабочие планы. Но, тем не менее, вот, как бы, это единственный момент, который я увидел про вакцинацию у нас здесь в Кировской области. Более, я не знаю, где у нас прививают. Ну, опять же, может быть, потому что не изучаю эту тему. Как насчет вас? Насчет меня, что вы имеете в виду? Я, нет, я не прививалась, но это, наверное, решение каждого. Вы, я так понимаю, тоже, да, еще? Ну, за билеты в цирк, я думаю, что нет. Наверное, меня это не стимулирует. А вообще, вот, почему, ну, вот, на ваш взгляд, нужны людям какие-то такие мотиваторы? Но ведь это не просто так придумывают, разыгрывают, не знаю, там, электросамокаты, пылесосы, билеты в цирк. Значит, людей только так остается мотивировать, или что это такое? Я, знаете, вот, опять же, во всей этой истории вижу определенное, так скажем, общее настроение масс. Да, вот, допустим, ну, очень много шуток ходило про эту новость по поводу билетов в цирк. Да, мы не будем их повторять сейчас в эфире, и их все уже наверняка знают. Тем не менее, каким-то образом стимулировать население, возможно, вот, местные органы самоуправления желают. Ну, я, опять же, считаю, что все-таки здесь дело не в стимулировании, а в доведении информации, доведении этой информации, так скажем, в развернутом виде. Чем полезно, чем опасно, где могут быть побочные эффекты, что она дает. Вот, допустим, вот, насколько я знаю, что вот этот сертификат привык может использоваться в качестве одного из документов, который позволит вам въехать на территорию, там, к примеру, другой страны. Да, она приходит на госуслугах. Этот документ, он приходит на госуслугах в виде, так скажем, какого-то оформленного уже сертификата на русском, на английском языке. Содержит определенный, там, QR-код и, так скажем, другие идентификаторы. То есть, в принципе, давайте так, это полезно с практической точки зрения, но получать за это билет цирк или не получать, тут, наверное, решать каждому. А вообще, вот, кстати, вы ведь много передвигаетесь, да, но, получается, вы еще ни разу с необходимостью такого сертификата не столкнулись. Ну, у нас на территории России нет каких-то определенных ограничений, связанных вот с перемещениями, тем более перемещениями адвоката. Мы все-таки перемещаемся не с целью определенной, там, туристической деятельности или, может быть, там, познавательной. У нас всегда перемещение связано с какой-то практикой, участие в судебных заседаниях, к примеру. У моих коллег, возможно, это участие в следственных действиях и так далее. То есть, это передвижение, которое происходит по работе. Если вернуться на год назад, год назад отмотать пленку, посмотреть, то, к примеру, в Москве адвокат мог по своему служебному удостоверению передвигаться свободно и не испытывать каких-то дискомфортных трудностей. Вот, кстати, еще говорят, почему не спешат, да, россияне прививаться? Потому что у нас нет каких-либо ограничений для людей, связанных с тем, разделяющих людей на привитых и непривитых. Слушайте, у нас, знаете, столько ограничений в стране имеется для различных категорий граждан и столько прав у этих категорий. И так они различаются, что, знаете, наличие или отсутствие сертификата, я считаю, не так принципиально. Поэтому мне все-таки кажется, каждый должен решать сам, нужны ему билеты в цирк или нет. Ну вот сейчас вот рост заболеваемости, вводятся новые ограничения, Роспотребнадзор, например, предлагает снова вернуться, сделать шаг назад и начать закрывать общепит на ночь, детские комнаты, перевести 30% работников на дистанционку, например, тех, кому за 60. Надо ли это все, на ваш взгляд? Вообще вот эти вот меры, как вы к ним относитесь? Все их полумерами называют, но, может быть, и необходимо хотя бы что-то, что защитит людей? Если позволите, я приведу два примера. Вот первый пример. Я катаюсь на коньках, достаточно регулярно это делаю. И вот сейчас, допустим, частично сняты ковид-ограничения, можно посещать бары, рестораны, к примеру, ночные клубы, дискотеки и так далее. А вот, к примеру, массовое катание посетить нельзя. По какой причине? Ну, вот потому что нельзя, ну, не знаю, может быть, там вот как-то более активно ковид развивается на льду. Знаете, здесь все зависит, наверное, от ситуации. Некоторые ограничения, к примеру, мне внутренне они непонятны. Почему? И почему, допустим, я могу пойти в бар-ресторан, да, но не могу пойти на каток? Пример, чем, в чем отличие? А второй пример. Вы знаете, я сегодня был в одной из сетей предприятий общественного питания, и там такая достаточно, ну, тип столовой, да, раздача, в общем-то, люди подходят, берут блюдо. Я был единственный человек в маске. Вот из всей очереди этих лиц я был единственный человек в маске. Давайте мы все-таки спросим себя, если вы не используете средства индивидуальной защиты от органов дыхания, да, ну, как можно, ну, хоть запрививайся. Прививка тоже имеет определенные сроки, она же не вечно формирует иммунитет на какой-то определенный период времени. Здесь, наверное, все-таки профильные специалисты должны на эту тему рассуждать. Но я рассуждаю как обыватель и вижу те ситуации, которые вот очевидны. То есть вот из всей этой очереди там был человек, я не знаю, 20. Я был единственный человек в маске. Конечно, все сотрудники на раздаче были в масках, действительно, это так, но какой риск подхватить какое-то респираторное заболевание, не говоря о ковиде, вот в такую очередь? Я, если честно, тоже не понимаю, почему, например, нельзя продавать ночью, да, нельзя кормить людей в кафе ночью, но можно делать вот эту вот открытую раздачу, на которой все ходят и чихают. Я перестала в такие столовые ходить. Ну, возможно, здесь все-таки причина кроется в очевидных вещах. Хлеба и зрелищ надо людям, поэтому, может быть, здесь, как говорится, государство, тем более мы не забываем, что у нас сейчас предвыборный год, и в сентябре у нас будут очередные выборы в Государственную Думу. Может быть, вот здесь как-то пытается государство найти баланс между интересами общества и государства. А вот если уж мы заговорили о власти, да, вот уже идут разговоры, уже, видимо, очевидно, что вот это та самая третья волна коронавируса. Цифры, мы видим, действительно растут. Но вот не будут ли эти цифры теперь использовать как предлог для того, чтобы люди делали прививки? Или вводимые ограничения использовать для того, чтобы люди делали прививки? Вы знаете, я не являюсь сторонником теории взагаров и так далее и тому подобное. Я все-таки считаю, что ковид распространяется по вполне очевидным причинам, которые мы оговорили ранее. И здесь просто благополучие каждого человека в его руках. Будьте аккуратны, используйте средства защиты, вот и все. Ну, а что касается использования или неиспользования, ну, конечно, да, есть шанс того, что наши лидеры закроют страну и скажут, что давайте введем очередной локдаун. Как это скажется на экономике, конечно, ну, все мы понимаем. Я думаю, что плачевно, наверное, сказать нельзя, но будет очень тяжело, особенно некоторым отраслям экономики. Ну и, конечно, нам надо всем как-то вот заботиться об окружающих и о себе. У меня не так давно на интервью был Алексей Водовозов, популяризатор медицины. Вот мы с ним разговаривали о вакцинации. Он говорит, что вот есть несколько этапов этой вакцинации всегда. Первое, когда делают те, кто хотел сделать прививки. Следующий этап, который сейчас, это вот эти мотивашки и билеты в цирк. А последний этап – это обязательная вакцинация. Вот с юридической точки зрения может стать вакцинация от коронавируса обязательной или придется власти какой-то рычаг давления на людей использовать? Ну, как мы уже с вами проговорили, вот ковид-прививку вы внесли в список обязательных, так скажем, которые, ну, я не знаю, как это правильно сказать на медицинском термине, обязательные, необязательные, то есть, которые являются плановыми, да. Все мы знаем, что у нас есть определенные такие вот тематические группы, антипрививочники, или как это правильно называется, да, это мамы, ну, это вообще родители, которые, допустим, детей не прививают. Какой-то ответственности административной, уголовной, либо гражданской правовой у нас вроде как бы даже и не установлено за, вот, так скажем, нарушение вот этих планов прививок. Но в дальнейшем, к примеру, есть определенные ограничения на, допустим, нахождение ребенка в детских дошкольных образовательных учреждениях, там, без определенных прививок допускается. Как это будет, ну, наверное, спросить все-таки законодателя, кто законотворчеством занимается и кто вот эти нормы доносит до нас. Я могу вам сказать только одно в свете этих прививок и в свете этих локдаунов, что, обращаясь к опыту предыдущего года, 2020-го, юридических дел стало больше, они стали более конструктивными, они стали более наполненными, они стали достаточно сложными. Ну и, конечно, появилась масса работы. Гигантский пласт, проблем, который был отложен из-за вот этого периода пандемийного, он перешел, конечно, в 2021 год. Ну и здесь, в том числе, там, мораторий на банкротство, отложенные налоговые обязательства и дальше можно загибать пальцы сколько угодно. А если говорить вот именно о делах, связанных с коронавирусом, есть такие дела? Ну, как правило, это какие-то дела, связанные с банкротством, потому что коронавирус наложил определенный отпечаток на все предпринимательство, независимо от тех сфер, в котором ведут свои дела бизнесмены. Это дела, связанные с высказанием дебюторской задолженности, их огромная масса. Это договоры... То есть их стало больше? Конечно, конечно, без сомнения. Это договоры аренды, это арендное право, это все же связано с арендой, помещением, пользованием, наймом. Ну, тут мы помним, да, это всяческие споры, связанные с изменениями этих договоров аренды, их бесчисленное множество, арбитражные суда рассматривают. Ну, это споры корпоративные, где осуществляются какие-то корпоративные конфликты. Вот, ну, две стороны бизнеса решили, что они не хотят продолжать бизнес. Ну, вот потерпели убытки и пытаются расстаться. Ну, у разных сторон разное видение, и приходят юристы, адвокаты, начинают решать эти вопросы. Конечно, споров стало больше, и, так скажем, споры стали интереснее, ну, опять же, я со своей колокольней говорю. Суды стали работать более интересно. Вот, вы знаете, у нас теперь есть такая система, я думаю, что все слушатели наверняка это знают, это онлайн-заседания. Вот эти онлайн-заседания, они проходят во многих уже сейчас арбитражных судах Российской Федерации. Это очень удобно, это комфортно, это прогрессивно, это экономит время и суда, и сторон, без сомнения. Я считаю, что это увеличивает качество правосудия, и, в общем-то, классно. Мы идем по опыту, так скажем, мировых держав, можно сказать, даже новаторов. А есть будущее за этим, или пройдет пандемия, и все вернется? Вы знаете, вот у нас большая многонациональная страна, необъятная родина, и действительно у нас очень большие просторы, и лететь, к примеру, куда-нибудь в Хабаровск, находясь в Калининграде для участия в одном суте на свидании, экономически неоправданно. Но, к примеру, у вас нету, допустим, какого-то представителя в Хабаровске, ну, по тем или иным причинам, ну, может быть, не доверяете никому, или не можете найти там квалифицированного. Вы подаете заявление на сайте арбитражного суда о участии в онлайн-доседании, и тут же из своего рабочего кабинета с использованием видеокамеры, микрофона и компьютера вы подключаетесь к онлайн-доседанию. Вы знаете, есть плюсы, есть минусы. Из плюсов, без сомнения, это экономия времени. В первую очередь, суда и участников процесса. И денег. Совершенно верно. Это снижение расходов определенной нагрузки. И, ну, не забывайте, от Калининграда до Хабаровска еще и долететь надо. Это же тяжело. Но есть и минусы. Это связано с определенным донесением информации. Ну, во-первых, качество связи у нас где-то бывает хромает, картинка где-то сбоит. Ну, и вообще, как бы, наверное, мы замечаем, что лично убедить судью, к примеру, в чем-то в цифровате своей позиции, ну, гораздо проще, нежели дело это по видеосвязи. В любом случае, такая система есть. Вот, она достаточно активно используется. Ну, очень интересная вещь. Рекомендую. Тему хочу поменять, наконец-то, уйти от коронавируса, поговорить о мусоре, например. Кока-кола установит в Казани 500 контейнеров для сбора пластика. Так компания надеется не только Казань сделать чище, но и на то, что ее освободят от части уплаты экосбора. Казань выбрали, как говорят в компании, потому что город, цитирую, готовый ко всему новому, чистый, и в нем система по сбору мусора находится на высоком уровне. Как думаете, Кирову что-то такое грозит? Кто-то может взяться за нас вроде Колы? Ну, вы знаете, вот есть такая ассоциация, РУСПРО называется, и в ней стоят там не только Колы, там, Данон, Несли и различные организации. Действительно, как бы такая новость проскочила. Хотят они, так скажем, чтобы их частично освободили от экологического сбора за счет... Ну, вот в Казани просто уже подписан договор, поэтому... Да, да, они хотят инвестировать вот эти вот контейнеры. Вы знаете, ну, на мой взгляд, это отнимание денег у мусорного оператора. К примеру, если брать Кировскую область, мне кажется, что здесь, ну, все будут против. Причина тому... Все это кто? Ну, и рекоператор, и правительство, у нас же фактически Куприд является государственной структурой, да? А не люди ли главнее в этой истории? Ну, тут, как бы, как показывает практика, интересы разных слоев населения по-разному выражаются. И вот в рассматриваемом случае я хочу что сказать. У нас Куприд ведет такую политику достаточно агрессивную. Вот не так давно, будучи еще, наверное, в том году, ко мне обратился ряд предпринимателей. У них магазины здесь по районам области разбросаны. Вот, значит, эти магазины, они небольшие, там, где-то в среднем, там, 100 метров, 200 метров, где-то, может быть, чуть-чуть побольше, поменьше, неважно. И, значит, вот у них десяток этих магазинов. Куприд ко всем этим магазинам пришел и говорит, «Ребята, а что вы мне не платите, как бы, вот, вывоз мусора?» Ну, в общем-то, да, законно, справедливо. Почему бы, надо бы вроде как бы платить. И считает им по нормативу. Предприниматели говорят, ну, постойте, но мы в предыдущем периоде вот платили, там, КДУ было, к примеру, да, другие мусорные операторы. Весь раз меньше, например, да? Ну, это-то да, но мы платили за определенный объем, они у нас вывозили, там, допустим, один кубометр, условная цифра. А вы нам сейчас предъявляете, что вашего норматива, как как будто мы на месяц сделали, там, пять кубометров, то есть в пять раз больше, в пять концов. Но что Куприд говорит, не знаем такой закон. Ну, вот так вот закон приняли, соответственно, мы не законотворчеством занимаемся здесь, мы, в общем-то, осуществляем вывоз бытовых отходов. Поэтому будьте любезны, устанавливайте бак, а чтобы установить бак, вам необходимо, там, значит, собрать подписи, сделать, оборудовать площадку, сделать эту площадку в соответствии с законом, да, утвердить в администрации, дальше представить нам планную схему, ну, в общем-то. Ну, и приходите к нам только, там, в третье воскресенье каждого високосного года. То есть таких препонов наделали, что, в принципе, это сделать было нереально. Предприниматели, конечно, пошли на условия Куприды, они согласились под угрозой, в общем-то, судебного дела, и такие дела действительно есть. И вот второе дело, как раз мы по таким основаниям, к сожалению, не смогли выиграть, не смогли, как бы, убедить суд в том, что это не очень, как бы, корректный подход. Вот. Ну, вот давайте так, если у Купридов вдруг начинает отнимать объемы какие-то, ну, я думаю, что, наверное, они как-то будут противодействовать этому, в том числе с учетом наших, да, вот каких-то там властных кругов. Ну, а Кировская область, да, опять останется за бортом прогресса, за бортом вот этих инвестиций, за бортом раздельного сбора мусора. Причем, вы знаете, буквально, наверное, два года назад, вот у меня у дома, где я проживаю, стояли баки для раздельного сбора мусора. Они отличались несколько по форме, они были закрыты на замок, но я хочу сказать, что они всегда стояли полные. И они полные были не бытовым мусором, а именно той категории отходов, для которых они были предназначены. Правда, говорят, потом их вывозили в одну свалку. Ну, вот, увы и ах, как вот это работает в Кировской области, ну, здесь, наверное, вот к зданию по соседству, к серенькому домику, нужно обратиться, им вопросы задать. Ну, вообще, вы это к чему? К тому, что тогда сам куприт должен заниматься раздельным сбором отходов, да? Я считаю, что да. Давайте как-то будем, ну, вот, разделять. Во всех европейских странах давно разделяются отходы, во всех. Абсолютно без исключения. Причем, там несколько видов, не три, их, по-моему, пять. И, допустим, в европейских странах каким образом вообще происходит вот сбор этих отходов? Там никто за квадратный метр не платит. Там в магазинах продаются пакеты, пластиковые пакеты. В которых уже, исходя из их объема, заложен экологический сбор. Они стоят достаточно недешево. И в других пакетах у вас просто мусор не вывезут. И все. У каждого стоит бак. И вот, как бы, таким образом происходит оплата услуг мусорных операторов. И там их много. В чем проблема внести это в Кировской области? Ну, может быть, да, есть какое-то у нас тут вот подсознание, что вот я выкину к соседу, сэкономлю, или там вот я привык в ведре, а что это я буду пакет покупать? Ну, вы знаете, европейцы же тоже к этому не сразу же пришли, не за один день. Поэтому я считаю, что здесь нужно прежде всего мусорному оператору задуматься о том, что он делает, как он делает и в какую сторону он идет. А не заниматься там, ну, условно говоря, погоней за каким-то там сверхприбылью и ощипыванием там куриц. Раз он не хочет пустить кого-то другого себе на помощь, да? Конечно, конечно. Внедряйте сами, делайте сами, используйте это, продавайте это. Это же вторсырье. Ну, и вообще любому, я думаю, что вот, допустим, жильцу, ну, искренне непонятно, почему он платит за квадратный метр, да, а не за количество вывнесенного мусора. Есть еще, знаете, какая вот здесь тематика? Это вот очень схоже с фондом капремонта в данном случае. Потому что, к примеру, да, вот мы платим за фонд капремонта за один квадратный метр. Мы говорим, вне зависимости от того, так скажем, сколько мы владеем, мы платим фиксированную сумму. Но с фондом капремонта и с платежами все понятно. У нас есть определенная площадь, эта площадь занимает столько-то процентов в доме, мы за эту свою дольку вкладываем. Но площадь не производит мусор, производят ее жильцы. Ну, вы знаете, я считаю, что здесь подход не очень корректный, точнее, очень некорректный. Спор еще от того времени, когда вводили это все, но так и не удалось ничего с этим сделать. А вот если говорить о капремонте, сегодня писала новость о том, что 2 миллиарда 300 миллионов рублей на счетах фонда капремонта скопилось, которые до сих пор не освоены. И 1 миллиард 800 миллионов на спецсчетах. Это все почему? Вы знаете, вот надо понимать, прежде всего, что такое счет капремонта. У нас есть дома, которые не определились со своим собственным счетом, а есть дома, которые открыли специальный счет. Этот специальный счет находится в полномочных банках, перечень которых определен федеральным законодательным, то есть нельзя в какой-то там другой банк уйти и открыть этот счет. И все, в общем-то, накопления граждан, которые вот они платят за капитальный ремонт по квитанции, они попадают на этот счет. В дальнейшем этим счетом распоряжается, если это спецсчет, то это уже непосредственно, если это общий котел, то это фонд капитального ремонта. Так вот, если говорить, допустим, о спецсчете, ну, о фонд капитального ремонта мы все знаем, вы только что правильно сказали цифру, и если говорить о спецсчете, то чтобы освоить эти деньги, есть определенные бюрократические препоны. Ну, во-первых, вы должны провести собрание собственников жилья. Во-вторых, вы должны утвердить план капитального ремонта. В-третьих, вы должны в этом плане указать, что меняется, как меняется, какие сметы и так далее. Ну, это уже целый проект. В-четвертых, вы должны на этом собрании этот план утвердить. Ну, много ли жильцов вообще понимают что-то, допустим, в теплоузлах или, я не знаю, в системах электроснабжения, вентиляции, кровельных системах на квартирах домов. Я думаю, что немного. Вот я, к примеру, не специалист, для меня это темный лес. И в дальнейшем вы должны эти документы передать, соответственно, в фонд капитального ремонта и, в последующем, для оплаты в банк. Что касается вот тех цифр, которые мы называли, да, это 2,3 миллиарда, которые лежат на счете фонда капитального ремонта и 1,8 на спецсчетах, то мы все знаем, не так давно древесина подорожала в два раза, металл подорожал в два раза, стройматериалы изменили свою стоимость и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот во что превращаются эти деньги с учетом вот всех этих повышений, да, мы все понимаем. Поэтому, ну, на мой взгляд, здесь стоит говорить о том, что храните деньги в берегательной кассе. Что на эти деньги можно будет сделать, если они еще несколько лет пролежат об этом вы, да? Мороженое купить можно будет, я думаю, что точно. Вот на этой ноте сходим на рекламу, не знаю, успеем ли мы за это время съесть мороженое. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение», сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. В гостях у нас адвокат Кировской областной коллегии адвокатов Александр Игнатов. Александр, ну вот начали мы тему о капремонте. Тему о капремонте, да, все правильно вы говорите. Александр, начали мы тему капремонта. Ну вот смотрите, судя по тому, о чем вы говорите, да, на спецсчетах деньги хранить невыгодно. Через 10 лет на эти деньги вы ничего не сделаете. Фот капремонта сделать что-то будет все равно обязан. Ну, правильно я вашу логику понимаю? Ну да, вообще вы правы. Но, знаете, здесь все-таки речь идет о том, что никто не предлагает их там хранить. Вы можете их расходовать. Никаких здесь проблем нет. И ТЦЖ, допустим, какой-то деятельный председатель, да, может эти средства направить на какую-то определенную цель. Заменить кровлю, там, не знаю, починить теплоузел. Другой вопрос, если нет необходимости в этих работах по замене теплоузла и, так скажем... Очень много новых домов, да, где работы не нужны. Если ради, стоит отметить, что фонд капитального ремонта, если вы откроете... Вот, допустим, у вас был дом, да, вы проживали в этом доме, и у вас оплачивали средства, шли в фонд капитального ремонта. Если вы сейчас, если, конечно, ничего не изменило в законодательстве, открываете свой спецсчет, фонд капитального ремонта, все те перечисления, которые были сделаны ранее, на этот счет перечисляет. В принципе, вы, по сути-то, ничего не потеряли. Просто единственное, что вы берете контрольную ситуацию и делаете те ремонтные работы, которые вам нужны. В отношении новых домов, которые вот сейчас где-то введены в эксплуатацию, ну, конечно, нет необходимости проводить там каждый год менять теплоузел. Но я уверен, что те или иные работы все равно могут быть выполнены. Ну, вот вывод из этого, какой, у кого спецсчета, надо как-то активизироваться, наверное, да, и что-то начать делать, чтобы эти деньги освоиться, чуя там того, что там металл, дерево, все это подорожало в разы вот прямо сейчас. Ну, само собой, да, нужно каким-то образом шевелиться и принимать решения, собираться, ну, и, в общем-то, расходовать эти средства на те цели, на которые они нужны. Все-таки, давайте так, это не депозитный счет для того, чтобы эти средства хранить, средства целевые, и они должны достигнуть той цели, на которой они собраны. Главное, чтобы подрядчиков на всех хватило, да, если все активизируются. Тему давайте сменим. Хочу поговорить еще о дорогах и о том, что происходит на дорогах наших. Ну, вот, кстати, сегодня утром обратила внимание на то, что все больше и больше электросамокатов становится на улицах. Сегодня видела, как, например, девушка ехала не по тротуару, как большинство ездит, а ехала по дорожной полосе. Не знаю, насколько в Кирове вот эта вот актуальна. Проблема, наверное, еще не очень, да, с возросшим числом ДТП с электротранспортом. Но вот в крупных городах она действительно актуальна, и уже там много разных судебных прецедентов. Ну, вот правильно я понимаю, что электросамокат – пример того, как прогресс опережает законотворчество, да? То есть у нас нет каких-то специальных законов, которые регламентировали бы, да? А самокатов на дорогах много. Очень хороший вопрос. У меня просто самого электросамоката. Я им достаточно активно в городе пользуюсь, и это прекрасное средство индивидуальной мобильности. Выдавать ли всем права на управление самокатом или нет, это, наверное, опять же, наш должен законодатель сказать. Я все-таки, наверное, больше к фактическим, так скажем. Ну вот, вы, наверное, знаете, что был прецедент по лишению прав за пьяное вождение у нас на самокате. Это был Мичуринский городской суд Тамбовской области в 2019 году. Да, он сказал, что, в общем-то, самокат подходит под те технические характеристики, которые обладают мопед, то есть у него мощность превышает 250 ватт, да, он может развивать скорость выше 50 км в час, и, в общем-то, гражданина лишили прав за управление самокатом. Он находился, ну, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, отказался от прохождения судебной медицинской экспертизы, ну и, соответственно, был подвергнут вот такому вот административному указанию. Вишен прав в категории А. Я, если честно, не знаю, какая там была категория у него, да, может быть А, может быть Б, и имея категорию Б, вы тоже можете управлять вот таким вот техническим средством, как мопед. Это не запрещено. Ну, соответственно, вот по такому пути пошел суд, соответственно, привлекают к административной ответственности. Ну, то есть у нас нет законов, но у нас есть судебная практика об этом. Ну, у нас для этого суд и нужен, для того, чтобы замещать, так скажем, тот вакуум, который, ну, не может законотвориться, у нас придумать на все случаи жизни регулирование. Действительно, пока что регулирование хромает. Действительно, есть определенные белые полосы. Недавно, вот, ну, мы все слышали, да, в Санкт-Петербурге достаточно известное уголовное дело, когда возбудили в отношении неустановленных лиц из числа вот сотрудников компаний по прокату вот этих электросамокатов. Да, когда люди ездили на этих самокатах, потом они там падали, травмировались и так далее. Ну, я считаю, что это не вполне корректно, наверное, все-таки, потому что, когда, да, приобретаются машины, к примеру, мотоциклы, и люди разбиваются на этом мотоцикле, да, никто же не возбуждает уголовное дело в отношении лиц, которые вот производят эти мотоциклы. С другой стороны, к примеру, для допуска к управлению мотоциклом или легковым автомобилем необходимо соответствующие права, да, то есть в самокате, наверное, все иначе, все по-другому. Ну, может быть, стоит как-то это все стандартизировать, привести к единому какому-то стандарту, к единому шаблону, потому что вот, как вы справедливо отметили, на этих самокатах, на моноколесах, ведь не только есть самокаты, есть разные различные, да, Сигвей, есть электромотоциклы даже, которые не требуют права управления. Понимаете, как они как мопед идут, хотя гораздо быстрее ездят. И вот я тоже замечаю, да, люди ездят по проезжим частям, особенно в Москве это очень распространено, в Кирове, в Кирове, да, тоже видел. Имеет он право управления для того, чтобы использовать, да, дорожную инфраструктуру, проезжую часть? Не имеет, мы как бы не знаем. Какие могут от него быть, так скажем, проблемы? Ну, могут быть достаточно серьезные. Ну, пришло время, на ваш взгляд, для того, чтобы появилась какая-то отдельная категория для них и отдельные права? Без сомнения, без сомнения. Но здесь все-таки надо толкаться от возраста лица, который управляет этим электросамокатом, и то, где он управляет. То есть у нас, вот, к примеру, есть для велосипедиста определенные тоже нормы, да, это лицо, не достигшее 14-летнего возраста, к примеру, не имеет права использовать проезжую часть, да, используемую легковым транспортом. И, к примеру, вот это лицо, если он едет на велосипеде, он обязан передвигаться по тротуарам. И, допустим, а лицо уже, да, достигшее, да, там, допустим, 18-летнего возраста, к примеру, должен ездить по дорогам. Но в то же время он может сопровождать по тротуару, допустим, вот это лицо, не достигшее 14-летнего возраста. Я думаю, что самокатами нужно предусмотреть что-то подобное, нечто вот такое, что позволяло бы идентифицировать не только по категории вот этого транспортного средства, средства индивидуальной мобильности, но в том числе и по лицу, который управляет этим самокатом. Ну, согласитесь, наверное, все-таки человек, который имеет право управления там категорией B, например, да, будет гораздо квалифицированнее управляться с этим самокатом, нежели подросток при прочих равных условиях. Поэтому я считаю, что здесь все-таки, да, пришло время, и нужно это регулировать, эту отрасль обязательно. Вы только на самокате ездите или на машине тоже? Да, конечно, я езжу на машине, само собой. Раз уж заговорили о дорогах, как вам новые шумовые полосы на дорогах к Кирову? Удалось ли вам по ним уже проехать, например, у городадминистрации или у трансагентства? Вы знаете, мне удалось, я у городадминистрации по ним ездил, но вот я какой себе вопрос, знаете, постоянно задаю. Там стоят такие проекторы, если вы обратили внимание, в темное время суток они проецируют дорожный знак, что скоро будет приближение к пешеходному переходу. Я-то все думаю, может быть, по нему какой-нибудь фильмы начнут показывать или что-то еще, наверное, больше пользы принесет. Ну, а что касается шумовой разметки, то я, честно говоря, такое встречал, и встречал достаточно часто в регионах России, на оживленных перекрестках, но настолько, так скажем, грубая шумовая разметка, ну, мне не встречалась ни разу. То есть она достаточно высокая, достаточно сильно ударяет подвеску и крайне дискомфортно ездить стала по этим улицам. Ну, вот так, на ваш взгляд, проблема должна решаться, это или нет? Ну, превенция в области дорожного движения, без сомнения, должна быть, и превентивные меры они принимаются. Ну, знаете, ограничивать скорость движения вот так вот, механически, ну, я все-таки думаю, что это неправильно. Нам просто все время говорят, что это все для нашего блага. Город заборить, это на благо пешеходов. Поставить вот эти вот коряги на дороге, это опять забота, да, и о пешеходах, и о водителях, может быть, которые не собьют этого пешехода, да? Ну, это разве правильно? Ну, я считаю, что нет. Конечно же, не было необходимости в этой разметке, не было необходимости ее там устанавливать. Ну, знаете, там достаточно такое место, конечно, когда ты едешь сверху оттуда, от улицы Воровского, да, в направлении улицы Молодой Гвардии, то действительно там есть определенный риск того, что ты, ну, где-то не заметишь, где-то не затормозишь, наберешь какую-то высокую скорость. Но когда ты едешь снизу от, как бы, Молодой Гвардии, то не вижу там никаких препятствий. Ну, и вообще, давайте так, все-таки это, ну, определенным образом травмирует подвеску, на мой взгляд. Тем более там, ну, такое место, как бы, на мой взгляд, не очень аварийное. С другой стороны, слава богу, что так сделали, а не поставили очередной светофор. Потому что светофором было бы еще хуже. Ну, либо будем ждать, что что-то с этими полосами сделают, и они будут как-то комфортнее. Заканчивается время нашей программы еще один вопрос. У нас в эфире Денис Ерохин, депутат Гордома, сказал, что экономить на праздничном фейерберге – это оскорблять жителей города. В первую очередь он говорил о 9 мая, и о том, что, ну, это не уважение для ветеранов, там, для их семей, вообще для всех жителей, потому что у всех в семье кто-то воевал. Вот так вот экономить. На ваш взгляд, не резко ли Денис Ерохин? Ну, я не знаком с господином Ерохиным лично, поэтому тут какие-то комментарии этому излишны. Насколько я знаю, что городу Кирову было присвоено звание города трудовой славы, и, насколько мне известно, что теперь салюты на праздничных мероприятиях в честь Дня Города, да, допустим, Дня Победы и так далее, будут проводиться за счет федерального бюджета. Вы знаете, ну, есть определенный праздник, тем более, если про День Победы, мы про День Победы говорим, да, с вами сейчас? Ну, он сказал в первую очередь о Дне Победы, да, но, наверное, на это 9 мая нам деньги федерация еще не выделяла, но и, в общем-то, и в День Города фейерверка не было, объясняется это антиковидными ограничениями в первую очередь. Ну, вы знаете, я считаю, что все-таки на День Победы нужно давать салют, и я не считаю, что здесь есть необходимость какой-то экономии, ну, в пределах разумного надо выделять на это средство, но экономии, конечно, нет. Ну, может быть, все деньги от фейерверка пошли на виброшумовую разметку и на проекторы, которые установлены на улице Карла Маркса. Разные, конечно, карманы, но... Я уверен, что они нашли способ. На этом мы и закончим. Александр, спасибо вам большое. Доброго дня, доброго дня всем слушателям. Особое мнение на 101FM